Просто он видел, вы гражданские дети с заводой. Да, с баклажкой. Баклажки пустые под воду, это ж видно. И она и шла, женщина. С этой стороны здесь просто вот такая дырка. Дырка? Да, кости раздроблены. Что на меня на тачке везла? Что на двух «Свабра»? Чего раньше не вышли? Куда? И потом украинцы говорят, не вздумайте, выходи. Стреляем на поражение сразу. Ну так, сказали, выйдите и хана вам. Чтобы никуда не выходили, даже нос не высовывали с подъезда. А покушать, попить что-нибудь давали? Нет. Вот эти ребята, наверное, раз и дают. Вот это, там, кушать приносят, воду приносят. А они нет, не давали. Ничего. Ну это ужас один, конечно. Но если они просили людей, уйдите, уберите танки, они разворачивались и били перед домом прямо на глазах. Ну это ж вообще ужас. Мы спасали людей из пожара. Они пролетели, давай пострелять по нам. Мы еле успели в подвал сбежать. Те, кто выжили, ожовцы, слышите мне прекрасно? Вы твари! Когда мы выезжали, нас повторно обстреляли с минометом. 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 Очень долго, два-три часа. Как вы знаете об этом? На тот момент ДНРовцев не было. Я видела только украинцев. Ну, украинскую армию, которые пытались стрелять по нам. Нам помогала ДНРовская армия. И мне помогли. Перевязывали ноги, руки, голову. Все уже хорошо. И спасибо вам российской армии. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова